Дебат-шоу по чесноку Дебат-шоу по чесноку Аплодисменты! Коллеги, тема сегодняшней нашей дискуссии звучит следующим образом. Запрет курения в общественных местах. Бесполезная мера. Об этом сейчас много говорят в интернете, много говорят на телевидении. Вы знаете, что с 1 июня прошла первая волна, вступила в силу первая волна закона о запрете курения. Теперь нам нельзя курить во многих общественных местах. Я так понимаю, что запрет курения в ресторанах и барах у нас произойдет с 1 июня 2014 года, то есть ровно через год. Я знаю, что во многих, почти во всех европейских странах этот запрет работает, и люди как-то живут, выживают, и все в принципе неплохо. Что же происходит в нашей стране? У нас сегодня очень сильные и необычные спикеры на обеих позициях. Это те люди, которые основные будут защищать свои позиции, и я попрошу их выйти на сцену прямо сейчас. Поехали! Я прошу вас занять свои места. Итак, спикер, который на удивление будет защищать, что это очень важно принятие закона, что очень важно запретить курение в общественных местах. Петр Иванович Губочкин, Центр здорового образа жизни, Здраво, Ярославский региональный центр трезвости. То есть, если не пьешь, значит и не куришь. Ну, то есть, навсегда. Аплодисменты. Во, как много у вас. Вы сетку свою привели? Сетку привели? Мобилку? Нет, это мои соратники, мои друзья и коллеги. То есть, есть все-таки кто-то. Хорошо. Позицию, что это бесполезная мера, о удивлении сейчас у всех, будет защищать Михаил Ненковский, человек, который воспитал целую плеяду уникальных людей в нашем регионе. И когда сегодня, кстати, я встретила Юрия Александровича Бойко, он сказал, у тебя сегодня будет такой спикер. Вот, так что, вот я не знаю, как вы согласились, большое вам спасибо за то, что вы согласились защищать эту позицию. Столько камер на телефоны там даже снимают, представляете? Ищите себя, что называется, во всем интернете. Ну что ж, сейчас я попрошу на эту сцену выйти секундантов наших спикеров. Поехали. Итак, я представляю секунданта Петра Губочкина Владимир Томан, врач-нарколог. Аплодисменты. Мобилка работает даже здесь, даже когда мы не про политику говорим. Секундант Михаила Ненковского, Александр Орлов, аплодисменты. Фонд поддержки культуры. Ну что ж, вы готовы? Первым, я думаю, выступаете вы. Микрофон можно взять в руки, для того, чтобы это было удобнее. Петр Губочкин. Ваша позиция и ваши три минуты. За 30 секунд до окончания вы услышите некий звук. Это означает, что осталось 30 секунд. Останавливать я вас не буду. Время пошло. Хорошо. Дорогие друзья, вопрос, который мы обсуждаем, он является жизненно важным. Я напомню, что от курения Россия теряет ежегодно примерно 400 тысяч человеческих жизней. Больше она теряет только от алкоголя, там порядка 700 тысяч, и 100 тысяч еще наркотики. Это те жертвы, которые несет наш народ в этой необъявленной информационно-химической войне. И поэтому, конечно, эта тема жизненно важная. Почему появился закон? Он появился, во-первых, потому что колоссальные человеческие потери, а в условиях демографической ямы, в которую сейчас провалилась Россия, это является просто абсолютным безумием. Значит, тезисы, которые мы здесь обсуждаем, я хотел бы напомнить краткую историю. Россия в 90-е годы провалилась вообще в состоянии безвластия. И тогда в России просто хозяйничали абсолютно, значит, мафия алкогольно-табачно-наркотическая. В частности, и в настоящее время все практические фабрики в России принадлежат транснациональным корпорациям. И законы, которые действовали до этого, они, соответственно, работают прежде всего, которые действовали до этого, работали прежде всего на то, чтобы извлекать просто прибыль из нашего населения. По инерции в Советском Союзе, в общем-то, жизнь человеческая не очень ценилась. Были огромные социально-экономические проекты, и надо было решать эти проблемы иногда, так сказать, ценой жизни там, понимаете. Хотя, тем не менее, демографические показатели в Советском Союзе были на порядок выше, чем то, что сейчас в Российской Федерации. Потом, когда вот мы обрели якобы свободу, да, оказалось, что жизнь тоже человеческая ничего не стоит, но только стали ее тратить не для того, чтобы какой-то, допустим, сделать экономический проект, там, глобальный, в космос полететь, или, скажем, дорогу построить глобальную, транссибирскую, но стали тратить эту жизнь ради того, чтобы транснациональные корпорации извлекали максимальную прибыль из нашего населения. И они успешно извлекают. И в то время, как, например, США взяли курс на полное практически прекращение курения и становятся страной не курящей, а куда девать этот товар, и тогда Россия превратилась в колониальный сбыт колониальных товаров, в частности, вот самых опасных, в данном случае, вот того же самого табака. Значит, курильщики по инерции, курильщики наши по инерции отражают идеологию здоровья, идеологию разрушения своего здоровья. Они говорят, а как же наше право курить там, где я хочу? Это как бы является правом. Значит, один деятель договорился о том, что это есть право курить. Какое такое еще право? Почему мы право разрушать свое здоровье, разрушать здоровье окружающих людей, ставим выше право сохранять свое здоровье? Это полная нелепость. Кстати говоря, наши дебаты тоже сформулированы в принципе не совсем корректно. Было бы нормально спросить, а вообще-то вот с точки зрения нормальной логики, вы поддерживаете запретительные меры в качестве, так сказать, вот защиты от курения? И тогда бы я отвечал да. Ну, понимаете, психологически, это что, нам за ног? Удивительно. Я хочу сказать, что, конечно, нам необходима политика здоровья, политика сбережения человеческой жизни. Мы только сейчас формулируем эту политику. Понимаете? И есть люди, которые остались там, я не знаю, даже, может быть, в 18 веке, когда только еще было открыто действие табака. Только тогда, когда вот стало распространяться курение в 1860 году, пошла эпидемия, например, рака легкого. Но, понимаете, мы идем в знания. В 19 веке героин подавался, морфий подавался как средство от кашля. Сейчас мы понимаем, что такое героин. Поэтому, так сказать, я думаю, что знания, естественно, победят. Политика здоровья – это политика будущего. А те люди, которые цепляются от своей слабости, мы им поможем избавиться от этих слабостей. Потому что закон – это прежде всего защита здоровья всех, как отравляющихся ядом, так и тех, которые вынуждены отравляться в силу слабости других людей. Спасибо большое. Аплодисменты. Мне очень понравилось. Если они сами не поймут, мы их заставим. Покажем, накажем. И вот прям... Михаил, ваша очередь, ваши три минуты. Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде чем заявить свою позицию, сразу хочу сказать одну вещь. Я не собираюсь здесь выступать в защиту курения. Я глубоко убежден, что курение – это пагубная привычка. И здесь я солидарен с моим уважаемым оппонентом. Тем более, что от этой привычки сам мучаюсь уже 34 года. Более того, всех, кто меня сейчас слышит, я призываю. Кто не начинал – не начинайте. Кто может бросить – бросьте. Но, говоря об этом законе, я должен исходить из двух очень важных положений. Первое – бросить курить в одночасье практически невозможно. И главное второе – увы, в нашей стране, нашим государствам за долгие годы ничего не сделано для того, чтобы курение стало немодным, непрестижным и неприличным. А курение в общественных местах с причинением вреда окружающим – недостойным и недопустимым. Вообще, умение не причинять вреда окружающим – это вопрос внутренней культуры человека. А внутренняя культура, как вы понимаете, формируется долгие-долгие годы. Это сложный и мучительный воспитательный пропагандистский процесс. Его можно не успеть сделать за один депутатский срок. Поэтому гораздо проще принять закон, в котором будут одни сплошные запреты. К сожалению, на мой взгляд, запретительные законы, если они не касаются непосредственно угрозы жизни человеку и угрозы существования государства, как правило, принимаются от слабости власти и ее бессилия сделать что-нибудь более дельное. Вспомним антиалкогольную кампанию при Горбачеве, как она прошла и чем она закончилась. Вспомним недавний запрет игорного бизнеса, который не исчез, а ушел в подполье, причем, прямо скажем, неглубокое. Так вот, запретительный закон. Казалось бы, его идея очень хорошая – сохранение здоровья окружающих. Согласен, курить в больничной палате, в школьном классе, на пространстве самолета – это недопустимо. Но ведь этот запрет у нас действует уже, по-моему, 12 лет и действует достаточно эффективно, потому что не доведен до абсурда. А вот теперь давайте посмотрим, что мы сегодня доводим до абсурда и подумаем о здоровье курящего человека. Я напомню, курение – это не только привычка, это зависимость, это физиологическая потребность организма. Представьте себе курящего человека, который неделю едет в поезде от Москвы до Владивостока и не может теперь покурить не только в тамбуре, но даже на остановке на перроне. Представьте себе, какие физические и психологические страдания он испытывает. Представьте себе человека, который лежит две недели в больнице и вынужден бегать курить на улицу, на мороз, так же, как из некурящих офисов. И мне кажется, что однажды по глупости подорвав свое здоровье курением, теперь он окончательно его лишится, спасибо государственным запретам. Ну и, конечно же, курение в заведениях – вот это больной вопрос. Мы только-только стали чуть-чуть приобщаться к культуре питья, к культуре застолья. Вот, Петр Иванович, не даст соврать мне, 30 лет назад мы ходили в рестораны и в кафе раз в год по большим праздникам, а теперь мы можем зайти в кафе, выпить чашку кофе, выпить бокал вина и выкурить сигарету. Ну, теперь нам скажут, там не курят, и мы скажем, давайте посидим дома, только возьмем уже не бокал вина, а бутылку, а лучше две, чтобы два раза не бегать. И, наконец, последнее. Кому поручено контролировать этот процесс? Контролировать этот процесс поручено полицейским. Представьте себе постовой в аэропорту или на вокзале, где бомжи, проститутки, грабеж, воровство и реальная угроза терактов, он не будет этим заниматься. Он будет отмерять 15 метров от здания вокзала до курящего человека и составлять протокол. Кстати, составлять протокол совсем не обязательно на полторы тысячи, как нам обещают. Можно дать ему 500, и мы сэкономим время и деньги, и ему в семью копейка. И можно ставить крест на борьбе с коррупцией, и ППСники превращаются в гаишников. Нам нужен закон против курения, но закон не запрещающий, а предписывающий и ограничивающий. Предпишите руководителям предприятий, организаций, вокзалов, аэродромов, там, я не знаю, кафе, ресторанов, сделать помещение для курящих с очень строгими санитарными нормами, которые может контролировать Роспотребнадзор, а не полиция. А еще этот закон должен обязательно предусмотреть меры поддержки деятельности общественных организаций, которые борются с курением, а также тех общественных активистов, которые занимаются этим очень важным вопросом, как мой уважаемый оппонент. Спасибо. Спасибо большое. Михаил, вы сделали почти невозможное. Я человек, который не курит, никогда не курил, и всегда против курения, и говорю, не курите рядом со мной, я вам почти прям вот за вас. Ваши две минуты. Я попрошу вас в течение двух минут высказать свою позицию, и после этого вы можете задать своему основному оппоненту один вопрос, на который он может ответить. Микрофон можно взять в руки, если хотите. Здравствуйте. Ознакомившись с темой сегодняшних дебатов, я, в общем-то, как обычно, не нашел каких-то противоречий, потому что я считаю, что, конечно же, одного закона недостаточно. И вопрос отравления табаком, он касается, это гораздо глубже, это вопрос мировоззрения. И работать надо, конечно, на этом уровне. Но мы же понимаем все, в каком мы обществе живем, и что без законов никак. Другой вопрос, как их соблюдают. Вот вы сказали, что вы за законы, которые касаются, которые связаны с жизнью человека, которые не связаны с опасностью для жизни, как бы их можно не принимать, ну, как бы, я не понял, вот это, то есть их не надо как бы принимать. Но, вот, например, как вы относитесь к Холокосту, и вот в ряде стран Европы, например, есть закон, запрещающий отрицать Холокост. Может, его тоже отменить, наравне с педофилией там и прочими законами. Мы далеко зашли, я считаю, нормально. Я знал, что педофилия начнется. Это модно сейчас. Вот, в общем-то, у меня все, наверное. Спасибо большое, Владимир Томан, аплодисменты. Мне понравилось откурение, мы так плавно, плавно, очень аккуратно перешли к педофилии. А, не про педофилию не надо. Нет, вопрос прозвучал. Значит, во-первых, я не сказал, что я поддерживаю только законы, которые, так сказать, против угрозы жизни человека. Закон, который не позволяет отрицать Холокост, это закон, который предупреждает угрозу существования государства, угрозу существования нации и угрозу существования человечества. Ибо если мы отрицаем Холокост, он может повториться. Вот здесь я за запреты. С педофилией я тоже за полный запрет, потому что это угрожает жизни человека и жизни нации. Правда, закон этот у нас сегодня стал каким-то пугалом, когда у нас уже отцов сажают за любовь к собственным детям, сажают, реальные сроки дают. И я счастлив, что я в свое время ушел из школы, потому что если бы я, не дай бог, сейчас любил детей, я бы здесь не стоял. А остальные же законы, повторяю, которые не касаются этого, должны быть регулирующими. Регулирующими и предписывающими. Мы способны, к сожалению, только на запреты. Ну что вот... Кстати, маленькая деталь. В нашей стране ведь есть многовековая национальная традиция. Русский человек думает о том, как обойти закон еще до того, как он принят в третьем чтении. Спасибо большое. Александр Орлов, ваше время пришло, ваши две минуты и вопрос. Две минуты, это очень хорошо. Во-первых, Петр, вот когда я слушал вашу речь, мне пришла на ум поговорка, которую очень часто говорит один мой старший товарищ. Почему за то, что Му-Му написал Тургенев, ругают постоянно Достоевского? Вот в вашей речи я полностью заметил эту тенденцию. У нас в России вообще все привыкли таким образом подходить к вопросу. Мы здесь обсуждаем закон, закон, вот этот закон, который хотят принять или не хотят принять, или уже приняли, да, пусть приняли. Вы же нас агитировали за вред курения там какие-то иностранные корпорации и так далее, и так далее, и так далее. Причем тут это вообще? Я бы хотел вас в первую очередь спросить, вы что за насилие? Вы же понимаете, что любое насилие, оно за собой ведет еще большее насилие. А если заставить человека проявить насилие над собой, то рано или поздно он будет проявлять насилие над другими. Получается, потворствуя этому закону, вы потворствуете проявлению насилия одних людей по отношению к другим. Вы говорите, что вы занимаетесь как бы здоровьем, там, самосовершенствованием и так далее, и так далее. А в результате получается, что вы какой-то тайный промоутер насилия, Петр. Мне это очень странно. Это во-первых, мои две минуты. С Александром всегда так, он, знаете, найдет, как... Две минуты еще не кончились, да, мне там позвонят, да. Это во-первых. Во-вторых, смотрим фильм «Механический апельсин Кубрика», да, там все хорошо написано, да, там и христианский язык, и социальный язык. Вот вам, пожалуйста, к чему приводят любые методы запрещения даже самого насилия, даже самого насилия. То есть мы пошли еще дальше. Получается, вы промотворствуете и вот этому, то, что было в этом фильме, как бы вы поощряете этого человека. И самое последнее, что когда же мы станем цивилизованным обществом, наконец-то, где каждый человек будет иметь нравственный закон внутри себя, а не пользоваться постоянно вот этими костылями, которые, кстати, придумывают зачастую совершенно бестолковые депутаты, которые поменяли 86 партий в жизни и ни к одной не прибились в конце концов. Депутаты есть в зале? Есть. Друзья. О, Блохин, иди сюда. За всех депутатов и ответишь. Так, можно мне отвечать? Да. Значит, конечно, в принципе, абсолютно неправильная позиция моего оппонента. Начну по порядку. Я рассказывал, агроментируя необходимость принятия мер по сохранению здоровья народа с тем, чтобы у людей проснулось осознание, глубокое внутреннее сознание, абсолютно жизненные просто потребности в этом законе. Я говорил бы о табачных лоббистах, потому что они действительно двери в кабинет министра в 90-е годы просто ногой спинка открывали и принимали те законы, по которым мы вымираем. В 98-м году пиво было исключено вообще из разряда алкогольных изделий. Это привело к массовой пивной наркомании среди молодежи. Я, естественно, радуюсь за осознанный отказ от любых зависимостей. Более почти четверть века я провожу занятия, на которых слушатели, которые приходят на мои курсы, они вот именно абсолютно за счет осознания меняют в корне отношения и к алкоголю, и к табаку, и становятся сторонниками внутренне глубоко осознавшими здорового образа жизни. И я также в корне не согласен с моим оппонентом, который говорит, что это страшно тяжело избавиться от табачной зависимости. Если вы попадете к грамотному психологу, это сделать легко. Вот сейчас у меня проходят курсы, и десятки людей постоянно становятся и трезвыми, и не курящими. Причем это происходит не за счет насилия, а за счет пробуждения сознания, с которым у вас, мой оппонент, вероятно, какие-то проблемы. Насчет насилия, насчет насилия тех, кто должен дыхать табачный дым. Вот таки, я вражу, тот, кто насилует людей, заставляет дыхать вторичный табачный дым, это настоящее насилие. Коллеги, коллеги, Александр, у нас есть. Вы сами были когда-нибудь алкоголиком или курили? Бывает такой момент в нашей передаче, когда мне надо... Вот человек иногда, когда бросает курить насильственно, то есть алкоголь, да, есть такая болезнь психическая, он потом трезвый, начинает вести себя как алкоголик. Да, 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 да. Начинает вести. Коллеги, коллеги, так. Такое бывает очень часто, есть такая болезнь. Спасибо. Подождите, подождите. Я вас, спикеры и эксекунданты, прошу всех занять на сцене свои места. Мы переходим к вопросам из зала. Дискуссия между вами закончилась, договорились? Мы ему не дали слово, почему не дали, мы ему поняли. Мы ему не дали слово, он вырвал микрофон. Тогда почему вы его не остановили? Я его остановила. А как вы... Александр, я в следующий раз буду вас бить. Так, не надо. Берите два слова. Я хочу еще небольшую коррекцию внести, потому что вот оппоненты наставивают на том, что какая-то репрессия существует по поводу курящих. На самом деле закон написан для некурящих, закон защищает курильщика от табачного дыма. Все, мы поняли. Спасибо большое. Аплодисменты нашим спикерам, что они не довели все до драки. Поехали. Вопросы по одному. Филипп Кегелес, я вижу ваш вопрос. Выходи вот... Стой, куда ты прям? Ты тоже на сцену решил запрыгнуть. Мне вам понравилось, пожалуйста. Филипп Кегелес, выпускник поленциального колледжа. Петр, такой вопрос. Принадлежит ли жизнь человеку и может ли он ей распоряжаться? Если да, то почему мы говорим о том, что он не может курить практически нигде по новому закону, да? Если нет, то, соответственно, кому же она принадлежит? Спасибо. Спасибо. Право распоряжаться своей жизнью, естественно, принадлежит не каждому человеку. Ребенок еще не имеет права распоряжаться своей жизнью. Он может просто свою жизнь уничтожить. Для того, чтобы осознанно относиться к каким-то вещам, надо знать, что это такое, себя эта вещь представляет. Когда мы подвергаемся тотальному, прямому или косвенному промыванию мозгов со стороны средств массовой информации, установить истину бывает очень сложно. И иногда на это уходят годы, и тогда потом, как вот мой уважаемый оппонент, он говорит, да я бы рад перестать курить, но я уже в ловушке. Понимаете? Поэтому, значит, для того, чтобы люди принимали правильное решение, нужно дать им объективную информацию. И только тогда мы можем говорить, ты свободен, если ты знаешь. А если ты с детства, например, живешь в среде, где все курят, если ты живешь в среде, где все герои телевизионных и художественных фильмов постоянно курят, если в магазинах тебе, как предмет первой необходимости, подсовывают опять сигареты, то куда деваться? Спасибо большое, мы поняли ваше понимание. Вы знаете, диаген ходил и искал, ищу человека, понимаете? Там тоже были вроде граждане, но не каждый может считаться homo sapiens, если он просто носит определенную одежду, понимаете? Ого, вот это мы опять с вами, знаете, мы далеко заходим. Каждое у нас слово, вот уже 18 лет. Я всех приветствую, добрый вечер. Я вопрос хочу задать Михаилу. Михаил, скажите, пожалуйста, понятие пассивный курильщик? Да, это понятие достаточно широко известно и понятно, наверное, и вам, и всем, кто здесь находится. Так вот, я являюсь пассивным курильщиком посредством того, что люди, которые находятся рядом со мной, они прибегают к табаку, получают удовольствие. Я этого удовольствия получать не хочу. И вопрос такой к вам. Значит, если вы отравляете воздух, то как мне избежать вот этого отравления воздуха в общественных местах? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы говорили про поезд Москва-Владивосток. Семь суток. У меня вот такой вопрос. Что будет с человеком, если он вдруг попадает на остров после такого крушения или там так далее? Курильщик. Сигареты у него нет, он на острове. Что с него? Убрет он, заболеет, что-то с ним случится. Как он поступит, этот человек? Что с ним будет? Спасибо. Спасибо. До Робинзона Круза дойдем таким образом. Значит, по поводу пассивного курения. Значит, еще раз повторяю. Давайте не будем сводить нашу дискуссию к вопросу, хорошо курить или плохо в общественных местах. Конечно, плохо. Значит, я могу сказать вот лично от себя, не как специалист по курению, а как просто курильщик. Я никогда себе не позволю закурить в кафе, где рядом дети, где незнакомая женщина. У знакомых я спрошу разрешение, если не разрешат, потерплю. Я никогда не закурю, я не знаю, там на выходе из ресторана или из магазина, где много народу. Никогда в толпе не закурю, на остановке и так далее, и так далее. Это мое внутреннее убеждение, мне этого никто не запрещал. Я так воспитан. Секунду. Значит, понятно, что наша культура сегодня, ну, разная, скажем так. Я этого не сделаю, другой это сделает. Почему я и говорю. Закон должен обеспечить безбедное существование сегодняшних пассивных курильщиков, оградить их от табачного дыма и при этом не ущемляя прав курильщик. Очень просто сделать в крупных офисных центрах, в этих самых, на вокзалах, в аэропортах, помещения для курения. Повторяю, строгим соблюдением санитарных норм, чтобы дым никак не попадал на другую территорию. Во всех барах и ресторанах можно обязать законам, обязать владельцев выделить обязательную некурящую зону. Сделает ли он курящую? Это второй вопрос. Эти две зоны можно грамотно разделить и такой опыт есть. Вот о чем идет речь. И тогда вы из пассивного курильщика превращаетесь в нормального человека, на которого никто дымом, так сказать, не дышит. И второй вопрос был по поводу этого, про остров, да? Про остров. Что произойдет с человеком, который попадет с сигаретами на необитаемый остров. С ним произойдет... Без сигарет. Без сигарет, да, прошу вас. Да. С ним произойдет катастрофа. Но это форс-мажор. А если государство нам эту катастрофу организует, это другая история. Спасибо большое. Аплодисменты Михаилу. А сейчас вопрос от Дениса Никитина. Да, здравствуйте. У меня вопрос к Петру. Почему защитники прав не курящих, как и вы, в том числе, относитесь к курящим, как к людям второго сорта? Спасибо. Я не знаю, из чего вы это взяли. Я вообще ко всем людям отношусь абсолютно, так сказать, с уважением. А курящих мне, ну, честно сказать, очень жаль. Это люди, заряженные программой смерти, которую в них вложили помимо их изначального желания. Им требуется серьезная психологическая помощь для того, чтобы действительно вот мягко избавиться от зависимости. Без страданий, без ломок, без каких-то. Поэтому этот закон, просто есть как бы уже опыт, когда внедряли подобные законы, ограничивая курение, оказывается, сокращается число пассивного курения вообще, и дети, например, начинают болеть астмой, скажем, в Англии это произошло недавно, на 12% меньше. То есть, когда вообще вот отношение к курению меняется, и курение вообще сокращается, это сказывается прежде всего на самой ранимой части общества, на детях. Потом я хотел бы еще вот, хотя этот вопрос просто прозвучал, понимаете, насчет там закона 85-го года ограничения по алкоголю. Тогда мы до сих пор испытываем положительные демографические последствия этого закона. Тогда рождаемость повысилась на 20%. Вот впереди нас ждут дети 90-х годов, вот там будет провал, страшный демографический провал, когда в 90-е годы отпустили все ограничения, и эта отрава продавалась практически вообще, вообще абсолютно без ограничений. То есть, люди курили, и поэтому меньше рожали? Люди курили и употребляли алкоголь, употребляли алкоголь. Тогда потребление алкоголя прыгнуло до 20 литров на каждого человека, 20 литров чистого спирта в год на каждого, понимаете? Такого не было никогда. Сейчас мы где-то на 17, 16 литров сползли, но это тоже страшно много. А вместе с алкоголем это бинарное химическое оружие, которое нас уничтожает. Спасибо большое. Бинарное оружие... Можно короткую реплику, а? Ну, во-первых, демографическая яма 90-х годов, Петр Иванович, вы прекрасно знаете, связана не с алкоголем. А с этим у нас все... с алкоголем у нас все связано, простите. Но сейчас реплика другая. Если вы считаете, что курение это болезнь, то болезнь все-таки надо лечить, как вы это, кстати, делаете, а не запрещать болеть. Спасибо большое. Это было сильное... Запретов никаких нет. Коллеги... Уважайте права других людей. Вот вы приехали на вокзал, у меня дочка живет в Германии. Она приехала, она говорит, я не могу, я выхожу на вокзале, нечем дышать. Почему не уважается право человека дышать чистым воздухом? Почему надо обязательно травить... Петр Иванович, у нас еще много вопросов, мало времени. Спасибо большое. Следующий вопрос. Серов Роман, обоим участникам дискуссии, вопрос. Что такое закон? О, вот это нормально. Что такое закон, коллеги? А мне понравился Михаил, отвечайте. Значит, никакое общество не может существовать вообще без законов. Понимаете, это вот тезис. Закон – это правило жизни того или иного общества, которое может быть формализовано через какие-то юридические процедуры, а могут быть и неписанные законы. Если мы отменим, например, возьмите, например, там христианские заповеди, это законы же, законы. Если мы отменим эти заповеди, скажем, убийство разрешим, изнасилование разрешим, имущество грабить разрешим, то общество просто обречено на уничтожение. Ну, я могу вообще присоединиться, потому что здесь все было верно сказано. На мой взгляд, еще законы – это некие положения, которые регулируют взаимоотношения государства и общества и, так сказать, собственно, составляющих частей общества между собой. Повторяю, регулируют, а не только запрещают и разрешают. Вот именно это меня и смущает в нашем вот новом федеральном законе. Закон о запрете продажи после 23 часов алкоголя бьет больше всего по непьющим. Это однозначно. Потому что алкоголики, они пойдут на ямы, то же самое будет с законом о курении, в точности. Коллеги, мужчины, ну, вы... Послушайте, значит, ну я не могу слушать ложь, понимаете, а? Потому что после принятия этого закона хулиганство сократилось на 20-30 процентов, а? Понимаете? Это статистика. Вы поживите, пожалуйста, рядом. Раньше, вот ко мне приходили в свое время, как к депутату, да, значит, говорили. Пожалуйста, уберите эту точку алкогольную, которая находится рядом с моим подъездом. Давайте успокоимся. Невозможно, потому что в вашем подъезде, если бы это было, там был бы просто туалет. Неужели вы этого не понимаете, а? Спасибо большое. Спасибо, аплодисменты всем. Вы молодцы на сцене там. Вы все-таки решились, да? Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут, я приехал издалека. Я каким-то образом... Громче, ближе микрофон, держите. Мне просто голоса хрип. Да вы ближе, держите и нормально будет. Дерзите, я подряд разговаривал. Три дня подряд разговаривали? Да, да. Вообще. Именно про таких вообще темах интересных. Вот я хочу всем сказать, да, мое мнение вообще, вот, смотря на вас. Вот Петр, например, да, смотрю, человек разумный, да, чувствует ответственность за общество, за нас, за всех, вот, даже за курильщиков. Он не хочет, чтобы они курили больше, чтобы они вредили свое здоровье. А этот человек, извините, пожалуйста, Михаил, ну, смотрю, человек стоит, да, защищает свой, там, страх. Нет, я не могу бросать. Я умру. Нет, с вами ничего не будет. Я сам, я сам курил 10 лет. Я 10 лет курил, 10 лет, 10 лет подряд. Здесь мои друзья, они не знают об этом. Все думают, что я никогда не... Слушай, ты мне похожа на, знаете, сбор анонимных алкоголиков, честно. Меня зовут Аня, я пью 10 лет, это уже четвертый человек здесь, честно. Нет, 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 я хотел сказать, что я бросил таким образом. Взяли, бросили, все. А вам сколько лет? Не, 26 лет. Вы 10 лет курили? Да, 10 лет. Ну, то есть с 14 до 24. Аплодисменты! Я считаю, кто еще хочет поговорить о том, что он бросил пить или курить? Свободный микрофон, я считаю, что по чесноку, может, в какой-то момент... Да. Михаил, из вашей речи в самом начале я услышал, что у вас сейчас есть возможность прийти в кафе, взять чашечку кофе, выпить бокал вина хорошего, покурить. Через год у вас этой возможности не будет. Вы возьмете две бутылки водки, пойдете домой и будете там курить. Про водку я не говорил. Ну, сказали, две бутылки возьмем. Две бутылки, это вы сами догадались, что водки. Ну, да, менталитет, наверное, такой российский. И вы пойдете домой с этими двумя бутылками и дома будете обкуривать своих домашних. Правильно я вас понял? То есть на улице вы не будете курить через год. Вам не разрешат в кафе курить. И вы с этими двумя бутылками будете курить дома. Правильно? И на улице уже не разрешат. Через год. Через год? В 15 метрах от всего вообще не пройти. Кафе нельзя. В чем вопрос? Я понимаю, что надо будет ходить с рулеткой и все время отмеривать от себя расстояние. Вопрос. Вы будете дома курить, обкуривать своих домашних. Я дома курю. не при домашних. Не при домашних. Я курю дома так, где домашних нет. Коллеги, я попрошу кого-то, Михаила, проводить сегодня до машины, потому что у нас много... Давайте последний вопрос. Проходите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста... Как вас зовут? Зовут Григорий. Многие законы в России отличаются яркой строгостью, но не обязательностью их исполнения. Грубо говоря, мертворожденные ребенки. Скажите, видите ли вы перспективы реального развития данного закона, чтобы он реально действовал? Чтобы это не было просто бумагой, на которой написан текст о том, что нельзя курить в общественных местах. Кому вопрос? Вопрос обоим оппонентам? Спасибо. Вообще, пока не знаешь истории, на вопрос ведь трудно ответить. Хотя вот этот закон, выстрадан многолетней борьбой здоровой части общества, он появился не просто так. Дело в том, что в 2004 году была принята международная рамочная конвенция по ограничению курения. Я в 2004 году, когда был депутатом областной думы, значит, одна из первых инициатив была в том, чтобы от областной думы мы проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту и поддержать эту конвенцию от России. Но подписали ее только спустя еще пять лет. По те пять лет мы теряли жизни. Рамочная конвенция предполагает вот весь этот комплекс защитных мер, начиная вот от увеличения надписей предупреждающих, потом вот рисунки появятся с больными органами на пачках, потом вот акцизы поднимутся. Сейчас у нас сигареты баснословно дешевы, понимаете? Они должны стоить 10 евро, например, как в Европе, там 8 евро. Потому что чем менее доступен яд, тем, соответственно, здоровее общества. А доступность определяется и запретами на место курения, и ценой изделия, понимаете? Поэтому вот этот закон, он выстрадан обществом. Спасибо. И мы только, я хочу сказать, что мы сейчас почему-то вообще обсуждаем этот закон. Кстати говоря, Россия подписала 157-й страной мира этот закон. Понимаете, позорное 157-е место. Потому что вот та лобья, которым вы стараетесь его не замечать, табачная, оно действует у нас в стране. Оно навязывает свои решения, а не навязывает дебаты. И есть общество защиты так называемых прав курильщиков, которое финансируется табачными компаниями. Например, есть такое общество, там защита прав потребителей, там бывший депутат Петр Селищ, а компанию, которая финансирует это общество, Бритиш Табака Компания. Понимаете? Но их потому что закон обязывает выделять деньги на пропаганду. Понимаете? Потому что все проплачено, понимаете? А вот отстоять право на чистый воздух, за это еще надо бороться, оказывается. Мы поняли. Коллеги, аплодисменты, борьба за чистый воздух. Вот, прям спасибо большое. Я позволю себе ответить тоже на этот вопрос. Я вижу перспективы этого закона, вижу. Значит, прежде всего, я вижу эти перспективы в его доработке, где помимо запретительных мер, повторяю, будут ограничительные и предписывающие, так, чтобы не ущемлять ничьи права. А во-вторых, и это самое главное, если будет разработано, может быть, на основе этого закона, может быть, в каких-то, так сказать, подзаконных актах, серьезная государственная поддержка борьбе с табакокурением. Потому что государство, повторяю, не сделало ничего, чтобы у нас курить было не модно, и тут же приняло запрет. Вот если будут такие, такая деятельность, как та, что осуществляет Петр Иванович, поддержана государством, если в школах, в вузах, везде, где-то можно будет вести серьезная работа на государственном уровне по этому поводу, вот тогда я вижу перспективы постепенного, действительно, так сказать, ну, снижения интереса к курению. Надо сказать, что мы очень часто опираемся на западный опыт. Я прекрасно знаю, что там в той же Америке какие там запреты есть, в Европе и так далее, но сколько лет, сколько десятилетий Европа и Америка планомерно к этому шли, начиная с тех же ограничений. Я прекрасно помню швейцарскую электричку, где вагон поделен на две части для курящих и не курящих. Я не знаю, как это делают швейцарцы, но дым не попадает на вторую половину. Теперь этих электричек, по-видимому, там уже нет. Но надо все делать постепенно, по уму, а не шашкой на голо по собственному народу. Спасибо. Я вот сказал, что мы и так плетемся в хвосте, понимаете? Теперь, что касается позитива. Есть такой университет, так как... Но я нам что-то позитива не сказал. Давайте я скажу. Вот в Пушкине есть аграрный университет. При входе там стоит табличка, что курение категорически запрещено. Причем это было написано еще 7 лет назад. Я там читал лекции. И вот там курение категорически запрещено. Все, кто замечен в курении, подлежат безусловному исключению. В университете не курят. Студенты здоровье сохраняют. Далее, например... Петр Иванович, время. Скоро одно из крупнейших предприятий Ярославля будет территорией свободной от курения. Следите, мы с ним сотрудничаем и помогаем. Следите за новостями. Подписывайтесь на личный сайт Петра Ивановича Губочкина. Да не надо. Там есть скидки на то, Живите трезво. Самая главная радость, чтобы не создавать себе самим проблем. Хотя, что потом... Спасибо. Аплодисменты. Это было сильно. У нас присутствует любимый депутат по чесноку Игорь Балахин. Скажите. Мне трудно сейчас задавать вопросы. Я всех четверых присутствующих на сцене очень хорошо знаю. А Михаил Александрович вообще является моим учителем. Я просто ему напомню... Нашу школу... Курить я тебя не учил. Так вот, Михаил Александрович, Вы сейчас говорили про государство, которые условия. Вспомните нашу школу. Вы не курили там. И никто там не курил. И детей, стоящих на входе, на крыльце, с сигаретой не было. Если учителя хотели покурить, они уходили за два квартала. Это правда. Отвидите. Возвращаясь к уже сказанному, хочу сказать, что я поддерживаю то, что сегодня делается в нашем государстве. Я недавно был в Америке, в самой демократической стране. Ну, принято считать ее, да? В городе Аспин. И на второй неделе я случайно поймал себя на мысли, что почувствовал запах табака. В пяти метрах от меня стоял человек и курил сигарету. Две недели я не видел этого запаха и понимал, и понял, что можно вообще не курить. Ну, то есть рядом никто и вокруг тебя не курил. Поэтому то, что делается сейчас, это первый шаг. Как будет исполняться этот закон в нашей стране, это вопрос. Но с чего-то надо начинать. И защита наших детей, защита будущего, россиян, это главное. Надо с чего-то начинать. И это было в России. Спасибо большое. Это был последний вопрос-реплика.